Микс Ньюз. Каждую среду в полдень на Радио Балком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Бывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты. Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит. Боже мой. Все это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой Эпштейн на Радио Балком. Ходите на концерты классической музыки. Всем говорим добрый день. Здравствуйте, уважаемые слушатели, любители, поклонники классической музыки. Олег Пеков в студии. Это программа «Культурная среда». И также в этой студии ведущая программы Елена Привалова Эпштейн. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. И наша гостья, виолончелистка Татьяна Рядико. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня у нас будет очень много разговора о барокко, о виолончели. Но, может быть, сначала проанонсируем одно событие, которое очень необычное, которое находится, это называют, по-моему, даже особым термином, когда и классическая, и вроде бы не классическая музыка, а классический исполнитель Андрис Киплюкс, молодой певец-ценор из Латвийской национальной оперы, при поддержке музыкантов. Кстати, там, Генун Гринберг, также из Латвийской национальной, скрипачи, Латвийской национальной оперы и ряд других музыкантов. Будет интересная программа баллады Бориса Гребенщикова, в таком, я понимаю, необычном исполнении, в сопровождении флейты, скрипки, клавишных инструментов и бас-гитары. И все это будет 13 сентября в 20 часов 30 минут. Художественное помещение Инт Рига, это на Вагнера 14. Ищите, я думаю, что можно найти на Фейсбуке, в интернете информацию. Вот баллады Бориса Гребенщикова в исполнении профессиональных, академических исполнителей. Да, а 14 сентября открывается фестиваль виолончельной музыки «Челло Цессис». И это мероприятие, которое проводится уже ежегодно. Выступают известные виолончелисты и, можно сказать, такая творческая студия, потому что помимо концертов в течение двух дней также будут с утра до вечера мастер-классы, творческие встречи. И этот фестиваль интересен тем, что на первый план выходит виолончель. И, кстати, наша гостья Татьяна Редико, она принимала участие в предыдущем фестивале в 2018 году с известным нашим слушателем Андреем Пушкаревым, который играет на вибрафоне и был гостем на нашей предыдущей передаче. У Татьяны Редико и у Андрея Пушкарева был, на мой взгляд, фантастический концерт 9 сентября в Малой гильдии, когда они играли танго-астаро-пьецолы в обработке самого Андрея. И также в них принимала участие Татьяна. И вот я хотела спросить, случайно ли такой симбиоз, и вернее такой всплеск интереса к виолончельной музыке на этой неделе? Получается, 9 сентября виолончель в Малой гильдии, потом целый фестиваль в Цессисе. Как вы относитесь к таким фестивалям, можно сказать, своего любимого инструмента? Виолончель в последнее время выходит на передний план здесь, в Латвии. Что, в общем-то, неудивительно, это общая тенденция, но этой тенденции более 100 лет. Скажем, лет 200 назад на переднем плане находилась исключительно скрипка и клавишная, также духовые инструменты. Виолончель несколько оставала, поскольку исполняла в большей степени функцию сопровождения, басовую функцию. Но вместе с развитием инструментальной техники, конечно, 19-20 век, вывели виолончель, в принципе, скажем так, в первую тройку. Кто из выдающихся музыкантов, на ваш взгляд, вывел все-таки этот инструмент из оркестровой группы или из камерного ансамбля именно в соло, инструмент солирующий? Конечно, одного нельзя назвать, они слишком разные. Началось все, конечно, уже еще в эпоху до Моцарта, в доклассическую эпоху, об этом мы говорим позже. В 20 веке, конечно, надо назвать Пабло Казальца, который открыл виолончельные сюиты Баха, вывел их для широкой публики, опять же, на большую сцену. Ну и после, если мы говорим сейчас, скажем, о российской или советской музыке, то, конечно же, это Мстислав Леопольдович Ростропович и Даниил Шафран, разумеется. Это два абсолютно противоположных друг другу во многом музыканта, но именно они совершенно с двух различных сторон открыли публике виолончель. Ну вот, кстати, Мстиславу Ростроповичу Астар Пьецола посвятил танго, да, большое танго для виолончели и фортепиано. Совершенно верно. Есть у вас в репертуаре это сочинение, потому что у вас много аранжировок, и в частности ваши, то есть вы делаете собственные транскрипции для виолончели, а вот именно написано для виолончели и фортепиано играете это сочинение? Конечно, я исполняла это произведение, более того, это было частью моего магистрского экзамена в Германии, поскольку вся моя баррограмма была составлена из произведений, которые были написаны специально для виолончелистов, посвящены конкретно музыкантам. А какие это еще сочинения? Например, я играла концерт-симфонию Прокофьева, опять же, написанную для Мстислава Леопольдовича Ростроповича. И лекции, в принципе, уже достаточно для экзамена. Я играла даже одно произведение, написанное для меня, молодого композитора. Да, это кто написал? Греческий молодой композитор Андреас Тартанис. Как интересно. Написал произведение под названием «Перестизис». Это переводится «Галлюцинация». А каким образом произошло такое посвящение, творческий союз? В тот момент, когда я училась в Дрездене, в высшей школе музыки, я, естественно, с большим удовольствием общалась с молодыми композиторами. Это всегда интересно. И они искали тех молодых исполнителей, которые будут готовы погружаться в эти абсолютно никому неизвестные ноты, никем не проверенные, и будут готовы это исполнять. А вы готовы? Потому что часто, например, ко мне как к органистке тоже подходят композиторы и просят исполнить произведение. И когда я открываю ноты или даже слушаю записи, я понимаю, что мне не хочется это играть. То у вас нет такого отрицания, несмотря на то, что вам скажут, я посвящаю тебе это произведение. Вам хочется тратить своё время. Я, разумеется, рассматриваю произведение. Если оно меня трогает, если оно меня интересует, то я соглашаюсь. Если мне эта музыка, скажем, кажется несколько скучной, предположим, или чрезмерно вычурной, я скорее посоветую найти другого исполнителя, которому это ближе. Посвятите другому. Посвятите другому. Скажем, могу сказать, что меня не очень вдохновляет медитативная музыка. Мне в музыке необходимо развитие и драматика. Да, к сожалению, в наше время многие композиторы предпочитают именно такое медитативное размышление. И когда форма размытая, нет элементарного взаимодействия быстрых частей и медленных. Это ещё можно слушать в церкви, но тоже определённый отрезок времени. Но когда, например, на 15-20 минут произведение, где только медленная музыка, это и тяжело исполнителю, и также тяжело слушателям. Что хотела сказать? Дело в том, что Татьяна, она рижанка, и обучалась здесь в специальной школе Эмиле Дарзе, неправильно? Да. Да, и я прочитала ваши биографии, что вас приглашал Мстислав Ростропович на свои уроки в Москву. Вам удалось поехать или это всё ограничилось предложением? Удалось, к счастью удалось. Сколько вы урока взяли? Мы с ним встретились, к сожалению, только один раз, хотя это длилось много часов. Я к нему приехала с одним из его коронных произведений, это концерт Дворжика, и с шестой свитой Баха. Что было также очень забавно, поскольку, скажем так, Мстислав Леопольдович, у него был свой собственный стиль исполнения Баха, который ни в коем случае нельзя копировать. И поэтому, скажем так, я попыталась некоторым образом приобщиться к этому, но потом именно, особенно во время учёбы в Германии, мне пришлось наоборот от этого отстраняться. Ну да, совершенно разные способы. Разные трактовки абсолютно. И звукоизвлечения, потому что сейчас, конечно, музыку эпохи барокко, особенно в Германии, стараются играть как бы аутентично. А Мстислав Розрапович, у него музыка вся от сердца, от души, и поэтому совершенно даже другие приёмы. А вот, кстати, Татьяна, а вы сторонник какой концепции? То есть играть аутентично или вкладывать свою интерпретацию? Здесь я разделила бы аутентику на две части. Это аутентика в отношении приёмов игры. Это немножко другое звукоизвлечение, скажем, нельзя перебарщивать с вибрацией, потому что композиторы просто на это не рассчитывали. А другое дело, когда аутентичность выливается, скажем так, в некую чрезмерную отстранённость, в неэмоциональность. Иногда исполнители грешат этим. И полное отсутствие вибрации. Полное отсутствие вообще каких-либо звуковых техник. То есть у музыкантов той эпохи и у авторов и композиторов как будто бы отнимают всю их эмоциональную сторону, превращают их в замкнутых аскетов, которые не испытывали никаких глубоких чувств и писали чисто иллюстративную, как будто бы фоновую музыку, где основным было исключительно наслаждение собственным звуковым эффектом, производивым сейчас из инструмента. Это, конечно, тогда не трогает ни зрителя, ни коллег. Да. Почему Германия? Почему вы выбрали эту страну сейчас для своего проживания? И насколько у вас насыщенный концертный график там и, может быть, в каких-то других странах? Меня пригласил в Германию после мастер-класса знаменитый велончелист Давид Герингас. К сожалению, он сам тогда уже не мог брать новых студентов, он уходил на пенсию. Он меня перекомендовал своему ученику. И я уехала просто потому, что тогда так сложились обстоятельства, но я никогда не жалела о своем выборе. В Германии очень развитая культурная жизнь. Велончели, естественно, тоже очень любима. Очень много как концертов в каких-либо больших залах, так и частной инициативы, когда, например, когда-нибудь пожилая графиня в своей собственной вилле устраивает абсолютно публичные концерты каждые две недели, например. И приглашает и молодых музыкантов, и уже состоявшихся, просто потому, что это является, скажем так, основной культурной задачей ее жизни. Она собирает публику, сама занимается рекламой, и таких людей немало. А вот у меня вопрос. Скрипка, контрабас, они, в принципе, уже перекочевали в сторону легкого жанра. То есть джаз нельзя представить себе без контрабаса. А вот виолончель, она стала своей в каких-то популярных жанрах? Потому что ведь многие музыканты тоже с удовольствием изменяют классической музыке, академической музыке. Конечно, виолончель обладает очень широким диапазоном в плане звуковысотности. Соответственно, на ней можно, скажем так, имитировать контрабас, и на ней можно, опять же, играть виртуозные соло, похожие на скрипичную технику. Разумеется, ни композиторы, ни музыканты, скажем, которые искали какие-то новые тембры, не могли обойти своим вниманием виолончель. А какой ваш любимый репертуар? Барокко, романтизм или вот астерпицоло, которого вы играли на концерте? Эмоционально мне, пожалуй, ближе всего поздняя романтика и 20-й век, то, что я называю… А поздняя романтика? Композиторов, композиторов. Композиторы – Рахманинов, Чайковский, Поздний Брамс, Дворжек, Шуман, Элгар, конечно, виолончелисты не могут не ценить Элгара. И особенно мне близки Шостакович и Прокофьев, пожалуй. Есть какой-то композитор… Это умеренный модерн, я бы это так назвала. Без которого вы как бы не представляете свою творческую деятельность. То есть композитор, которого, можно сказать, красной нитью проходит через всю вашу концертную практику. Однозначно, это Шостакович. Как интересно. Он был назван одним из последних в вашем списке. Что Шостаковичу любите играть? Шостаковича, разумеется, и его прекрасную сонату, и его концерты виолончельные. Опять же, возвращаясь к Славу Ляпольдовичу, мы договорились на следующий урок через год, и мы договорились на концерт Шостаковича первый. И, к сожалению, тоже не могло состояться. Это был 2006 год, и Слав Ляпольдович уже был очень серьезно болен. Этот же концерт, кажется, опять посвящен Шостаковичу. Конечно, оба концерта Шостаковича посвящены Растроповичу. И, возвращаясь коротко к моему магистрскому экзамену, моя тема моей работы называлась «Влияние исполнителя на композитора», что многим могло показаться парадоксальным. Казалось, что так. Вообще-то наоборот. Вообще-то наоборот. Но именно так в очень большой степени создавалась виолончельная музыка. Композиторы встречались часто случайно с виолончелистами, которые опережали свое время в уровне технического развития. И тем самым вдохновляли композиторов на создание произведения. Например, концерты Гайдена созданы именно таким образом. А Моцарт, к сожалению, не встретил виолончелиста, который мог бы... А Гайден для кого писал? Для многих виолончелистов того времени. Но, конечно же, первой редакции, его «Жендрон», например, французский виолончелист. Собственно, в то время распространилась способность виолончелистов играть в верхнем регистре. И Гайден был так вдохновлен этим, что создал произведение именно где виолончель уже конкурировала со скрипкой по звуковысотности. А, скажем, Моцарт в конце уже жизни написал единственную часть тройного концерта, в котором была виртуозная виолончельная партия для виолончели, скрипки и альта. Показал ее виолончелисту, и тот сказал, что это неисполнимо, и Моцарт не дописал свою концерт симфонию. А сейчас это можно сыграть? Это может сыграть любой студент сегодня. Хороший студент может сыграть это. Как такое возможно? Гайден и Моцарт жили в одно время, просто в разных городах. Вот Моцарт не встретил, к сожалению, Моцарт не встретил. Представляете, какая ирония судьбы, потому что Моцарт всегда был свободным человеком, стремящимся не зависеть ни от каких меценатов, ни от графов, ни от князей. А Гайден всю жизнь прослужил в доме князей Эстерхази. И значит, у него там были прекрасные виолончелисты, значит, князю удалось собрать прекрасный оркестр, для которых писал замечательный Йозеф Гайден. Ну что же, мы сейчас на этом прервемся ненадолго, после чего продолжится культурная среда, и мы еще поговорим о музыке барокко и виолончели. Продолжается программа «Культурная среда». Я напомню, что ее ведущая музыковеда, органистка Елена Привалова-Эпштейн сегодня у нас в студии виолончелистка Татьяна Радико. И мы говорим о музыке, ну, поговорим еще о барокко и, конечно, о виолончели. Кстати, вот ведь наш соотечественник, можно сказать, Миша Майский, опять-таки, виолончелист, известный тоже всему миру. То есть виолончель тоже какой-то такой инструмент, который с Латвией непосредственно прославил ее на мировом уровне. В мировой культуре, да. На самом деле, вернемся к нашей афише. 14 сентября будет замечательный концерт в старой церкви Святой Гертруды. И концерт называется «Шедевры эпохи барокко». Выступает габоистка, концертмейстер группы габоев симфонического оркестра латвийской оперы Анастасия Хатулева, скрипач, выпускник Киевской консерватории и долгое время работавший в Швейцарии, барочный исполнитель Виталий Шестаков, и я буду играть на органе. И мы подготовили программу эпохи барокко. Я столкнулась с тем, что далеко не все рижане знают, что такое эпоха барокко. И мы даже для вас подготовили опрос, в котором можно поучаствовать и онлайн. Правильно, Олег? Нет, ну можно позвонить просто по телефону 67-212-93-9, 67-213-93-9. И сказать, вот вы знаете, знакома ли вам музыка барокко, или все это для вас просто классическая музыка? Да, для многих оказывается, что то, что для музыкантов очевидно, и в принципе в моей организаторской деятельности, которую я веду в Москве, никогда не сталкивалась с тем, что эпоха барокко для многих может быть совершенно непонятным периодом музыки. И для многих это просто классическая музыка. Никто не делит эпоху барокко, классицизм, романтизм и XX век, но в то же время могут знать композиторов. Например, в нашей программе будет уже вершина эпохи барокко – это Иоганн Себастьян Бах. Это, говорят, уже позднее барокко. Также будет музыка Дитриха Буксты Худе – это композитор северонемецкой школы. Современник Баха, по-моему, да? Современник, старший. Даже старший современник. И вообще, в принципе, эпоха барокко, она растянулась на такой длительный период, что многие музыковеды и историки выделяют ей аж с конца XVI века до начала XVIII века. И через это проходят совершенно разные периоды. Самое главное – совершенно в разных странах. Хотя для меня вот почему-то музыка барокко, она ассоциируется с Рунтельским дворцом, где проходит фестиваль музыки барокко, и вот с этими париками, с платьями, то есть вот со всей этой атмосферой, как будто бы, ну, Людовика XIV, там, Короля Солнца. И вот что-то вот… А какая музыка у вас ассоциируется? Клавесин и какие-то… Вот, ну, наверное, Сергей Егерс, который исполняет… Контртеннер, да, вот эти арии. Да, арии. Вот у меня почему-то вот абсолютно вот сразу первая ассоциация именно вот эта возникает. Татьяна, а у вас? Какая ассоциация с эпохой барокко? И как слушатели, и как исполнители, конечно же, на виолончели? Разумеется, внешняя картинка очень похожа, но, конечно, так как я являюсь инструменталистом, то ещё это всё ещё и с оркестром, где у виолончелей нет шпиля, где их держат между колен, и это были изначально ещё не виолончели, а виолы с ладами. Они больше размера были, или чуть меньше. Они были самых разных размеров. Тогда ещё не было в начале эпохи барокко разделения на виолончель, скрипку, альт, это всё были виолы, собственно, альты самых разных размеров. Ну, я не соглашусь с вами. Дело в том, что были виоль да мур, да, то есть виола да гамба, но уже существовали виолончели, и также существовали скрипки, потому что ведь и говорят, что тот же Антонио Вивальди писал, у него есть сонаты и для скрипки, и для виоль да мур. Это совершенно разные семейства. И вот расскажите, кстати, нашим слушателям, в чём главное отличие виоль да мур, например, и скрипки, виола да гамба и виолончели – это родственные инструменты, но разных кланов, и даже воинствующих, так же, как Ромео и Джульетта. Да, потому что когда скрипка начала, начали производство скрипки, она, извините, я немножко расскажу, а потом передам вам слово с виолончели, они начали вытеснять виолы из-за того, что у них более яркий, громкий звук, и они были легче в исполнении, в исполнительской практике. И последним таким, скажем так, порывом тех мастерских, которые делали виолы, многочисленные виолы да гамба, и они создали виоль да мур, виола любви, надеясь всё-таки затмить скрипку, и чтобы на первом плане были виолы. Но, к сожалению, им не удалось, скрипка стала королевой инструментов, виолончель – тоже королевой, сплошной королевой. Ну и расскажите, как развивалась история виолончели в эпоху барок, потому что всё равно, конечно, виола да гамба и виолончель, чем они отличаются? Собственно, появление скрипичного семейства потребовалось, стало необходимостью для того, как развелась инструментальная музыка до того уровня, когда её стали слушать отдельно в концертных залах, а не в маленьких комнатах камера, музыка да камера, камерная музыка. Поэтому виолы как раз с их красивым, но тихим звуком оказались невостребованными более. И это происходило в эпоху барокков, происходило не размежевание, а вот именно формирование, формирование сольного исполнительства, когда не только певцы, но и музыканты-исполнители стали, скажем так, заметными персонами, наравне с композиторами. Они были из-за звука, то есть они тихие были, и они не смогли заполнить большие залы. Они не смогли пробить оркестр, это самое главное. Именно в ту эпоху сформировался инструментальный концерт. Концерт от слова «кончертаре» – это соревнование между музыкантом, солистом и оркестром. И, кстати, Вивальди стал одним из тех, кто сформировал этот жанр концерта как таковой. Создал. Создал, да. Концерт для скрипки и оркестра. Он написал также множество виолончельных концертов, что удивительно. Тогда же появились великие мастера, это Амати, позже его наследники, позже его продолжатели, Страдивари, которые создали уже инструменты скрипичного семейства, уже современную виолончель. Поскольку виола, она и сформирована по-другому как инструмент, у неё, например, есть лады, и из-за этого на ней невозможна вибрация. А в то время, когда уже в Италии, например, создали приём вибрато, который сделал инструменты струнной группы такими похожими на человеческий голос за счёт вибрации, виолой это просто невозможно. Дело в том, что лады для наших слушателей, я поясняю, что там в скрипке 4 струны, в виолончели 4 струны, а в виолах под струнами, во-первых, в виоле да гамбо 6 струн, если я не ошибаюсь, есть ещё 8 струн, а внизу под ними находятся ещё струны, которые называются резонансные. Резонансные струны, да. То есть они дают эффект. То есть на них как бы ты не играешь, ты играешь на верхних струнах, но вот эти струны, они создают определённый гул, и для них создавались другие сочинения. Вот такие сложные инструменты, на которых сейчас, конечно, играют уже единицы. Вот у меня сразу вопрос-то. А что случилось с той музыкой, которая создавалась именно для этих динозавров, которые исчезли? То есть эта музыка тоже пропала? Нет, её начали исполнять на современных инструментах. Да, и на виолончели, и на скрипке. В том числе имитируя приёмы игры. Опять же, виолончель уже современная, скажем так, виолончели, у неё уже тоже были разные стадии развития, разные стадии развития техники игры на ней. Смычок тогда менялась, форма смычка. Например, ещё в ту эпоху было невозможно исполнять очень длинные ноты, поскольку смычок был короче, он был изогнут, как лук, а не выгнут в обратную сторону, как сегодня. Но в то же время звук, артикуляция могла быть более точной за счёт именно округлого смычка, который похож был, как правильно сказала Татьяна, на лук. И вот Виталий Шестаков, который будет играть 14 сентября, он будет играть на современной скрипке, на металлических струнах. И, кстати, сейчас Татьяна ещё пояснит про струны. Но барочным смычком. Почему? Потому что в нашем концерте принимает участие Анастасия Хатулёва. Она исполнительница на современном гобое. Барочные гобои – это были, опять-таки, более тихие инструменты. А скрипка, если играть на барочной скрипке, то уже не сможет его быть с ним так же солирующей, то есть она будет в тени. И поэтому Виталий играет на металлических струнах, но с барочным смычком, чтобы была более чёткая артикуляция. Татьяна, для чего понадобились металлические струны? Были жильные струны? Мне кажется, даже пальцем приятнее играть на жильных. Или это заблуждение? Это, опять же, ещё немного позже. Это уже ближе к эпохе прогресса, с развитием технологий, с развитием фабричных технологий. Стало возможно выпускать стальные струны, металлические, из разных металлов их выпускают. Опять же, чтобы увеличить громкость звука. К сожалению, у нас, Татьяне, нужно бежать на репетицию. И вот мой последний вопрос. Вы учитесь в Германии, и часто Германия становится таким оплотом аутентичного исполнительства. Не было у вас желания пересесть на барочную виолончель без шпиля, поставить жильные струны, взять загнутый в другую сторону смычок и начать играть этот огромнейший барочный репертуар уже на барочном виолончеле? Я с удовольствием исполняю этот репертуар на современной виолончели. Конечно, его невозможно исполнить весь, это огромный материал. Разумеется, только его маленькие части. Я стараюсь исходить из музыкальной задачи и звукового эффекта, который необходимо достичь. И, в принципе, очень близкие эффекты можно достичь на современных инструментах. Разумеется, это будет немножко другая техника игры. Я немножко по-другому прижимаю пальцы, я по-другому использую или практически не использую приём вибрато. Я играю смычком практически на грифе. Это очень интересно для слушателя выглядит, потому что почти приходится задевать борта инструмента при этом. Но, как я уже говорила в начале передачи, мне кажется, что главное – это всё-таки эмоциональная составляющая. Это художественная. А звуковой эффект – это только средство. Спасибо, Татьяна. Спасибо большое. Наша передача не заканчивается. Мы продолжаем обсуждать эпоху барокко. Возможно, есть какие-то вопросы слушателей. Да, вы можете смело звонить. Я напомню, телефоны в нашей студии – 67212-93-9, 67213-93-9. Звоните, если вы хотите что-то узнать побольше, спросить об эпохе барокко, или вы хотели бы вообще узнать, что это такое, поскольку мне кажется, что всё-таки у нас, благодаря этим фестивалям барочной музыки, в принципе, сложился даже круг любителей, потому что каждый год собирается, ведь достаточно много людей в Рундальском замке, где концерт, буквально концерты продолжаются в нескольких залах, идут даже одновременно. Каждое лето, да, барочная музыка и в аутентичной как раз интерпретации. Стоит отметить, что эпоха барокко, она, конечно, многоликая, и как были созданы какие-то шедевры, так и очень многое музыки, которая была создана для музыкальных салонов, как, например, наша гостья Татьяна Редико говорила, что сейчас какая-то графиня в Германии создаёт музыкальные салоны, куда приглашают исполнителей играть музыку. Также много музыки создавалось такой светской в эпоху барокко. И, как я уже говорила в начале нашей передачи, у нас, можно сказать, это бум виолончельной музыки, потому что на этой неделе у нас будет ещё, ну, на этой неделе от среды до среды, ведь культурная среда начинается в среду. В следующую среду будет выступать замечательная виолончелистка Ирина Валикжанина, выпускница Московской консерватории, и с органисткой Агнеса Абрамана они исполнят, опять-таки, барочную музыку в Англиканской церкви. Начало концерта в 13.00. Ну, и, кстати, Англиканская церковь каждую среду проводит концерты по средам в 13 часов. После нашей передачи небольшого ликбеза можно отправиться ещё и послушать прекрасную музыку. А что же эпоха барокко? Ирина Валикжанина будет играть замечательную фолию, например, композитора Марина Морре. Морен Морре. А кто это? Это французский композитор. А вот, например, мы 14 сентября, помимо Баха, будем играть композитора Дитриха Букстехуде. Это композитор северо-немецкой органной школы. А ещё есть композитор Георг Фридрих Телеман. Конечно же, Георг Фридрих Гендель. Эпоха барокко от конца 16 века до начала 18-го это огромный пласт музыки итальянской, французской, немецкой. А вот у меня сразу вопрос. Нет ли здесь такого противоречия? Потому что музыка Баха – это всё-таки музыка для исполнения в церкви. И церковь, ну, если, как мы представляем себе, всё-таки это место, где приходят абсолютно все вне зависимости от социального положения человека, есть место в церкви и для самых богатых аристократов, и для самых бедных. А музыка барокко часто всё-таки ассоциируется именно с музыкой для богатых. Ну, то есть, опять-таки, может быть, это стерять. А вот расскажу. Это очень интересный вопрос. Дело в том, что действительно музыка делилась в эпоху барокко на светскую и духовную. Светская музыка – это, конечно же, звучало в музыкальных гостинах знатных особ. И композиторы, которые находились при дворе князей, специально писали эту музыку. Например, Роганн-Себастьян Бах, когда служил у князя Веймарского, писал музыку для князя Веймарского. Но в то же время для простого люда опять-таки существовала и светская музыка. Это в первую очередь оперы. Делали музыкальные постановки для уличных спектаклей. И назывались они комедии дель арте. Это были оперы-серия, которые писал в большом изобилии Георг Фридрих Гендель. И для простого люда были вот эти оперы комедии дель арте. И помните, кстати, наша самая первая передача, которая «Культурная среда», мы обсуждали вот эти оперы. И оперные спектакли того времени, эти оперы-серия, которые считались как будто только для господ, на самом деле даже само строение этих театров представляло собой социальную лестницу. Внизу в портере находились только знатные особы. Чем выше ряд, чем ближе к потолку, тем люди могли попасть более простые. Вплоть до того, что обычный скорняжник, обычный парикмахер точно так же мог попасть на оперу, но на высокий ряд и послушать оперу. То есть музыка, тем не менее, существовала так же и для обычных людей. Не стоит забывать и что музыканты в те времена, они не относились к высшей касте так же, как наподобие сегодня. И они устраивали всегда дома опять-таки встречи, музыкальные вечера, куда приглашались их соседи. Например, семейство Иоганна Себастьяна Баха собиралось всей семьей. Вторая жена Иоганна Себастьяна Баха, Анна Магдалена, у нее была прекрасная сопрано, она пела. Сыновья и дочери играли на самых различных инструментах. И, конечно же, в роли слушателей были соседи Иоганна Себастьяна Баха. А ведь мы знаем, что он не был никаким князем, он был самым обычным человеком. И получается, что светская музыка, она опять-таки звучала и для обычных граждан, таких, можно сказать, как мы с вами. Я хотела бы пару слов рассказать еще о программе, которая будет 14 сентября в старой церкви Святой Гертруды. Это были шедевры эпохи барокко. Габоя Анастасия Хатулева, скрипка Виталий Шестаков и я буду играть на органе. В заключении нашего концерта будет двойной концерт для Габоя, скрипки и органа. Но орган, это, конечно, будет имитировать струнный оркестр. То есть эти сочинения были созданы для струнного оркестра и баса-континуа. Баса-континуа, это еще называют генерал-бас. Это обычно исполнялась такая музыкальная цифровка, еще одно интересное слово, гармонии, которые сопровождали это произведение на клавесине или клавикорде. Чаще всего клавесин, потому что у него такой острый, звонкий звук, который пронизывал любую музыкальную фактуру. А вот что значит двойной концерт? Антонио Вивальди создал новый жанр, новый жанр под названием концерт. Мы привыкли, говорим, я пойду на концерт. Но концерт – это еще и целый жанр, как, например, соната или симфония. И вот концерт – это произведение для солирующего исполнителя, например, концерт для фортепиано с оркестром, концерт для скрипки и струнных, концерт для любого инструментального инструмента. В XX веке появились концерты для голоса с оркестром. Но это уже, так сказать, просто такой ноу-хау. Но именно инструментальные концерты. Но помимо того, что мог солировать один исполнитель, мог быть двойной концерт для соло-скрипки и для соло-гобоя. То есть два солиста, и они соревнуются между собой и вместе соревнуются с оркестром. Бывали тройные концерты для скрипки, например, гобоя и виолончели, для скрипки флейты и виолончели. Любой состав мог стать, любой исполнитель-инструменталист для него могли написать концерты. И вот такой двойной концерт до минор прозвучит в нашем концерте. Но еще будет один интересный композитор – Александро Марчелло. Итальянский композитор, который был композитором-дилетантом. Как это? Его основная профессия – это философ, математик, поэт. И он для своего приятного времяпровождения еще писал музыку. У него написано 12 кантат, несколько светских произведений. И в частности, концерт «Ре минор» для гобоя и струнного оркестра. Из-за того, что его брат Бенедетто Марчелло был профессиональным композитором, долгое время вот этот концерт приписывался именно ему. Потому что казалось, ну как математик, философ может написать такую гениальную музыку? Произведение, которое прошло сквозь века и исполняется просто повсеместно. Это музыка на слуху у каждого. И мы в заключении передачи послушаем как раз адажу из «Ре минорного концерта». Как такое возможно? И тем не менее, получается, это произведение создал композитор-дилетант. А дилетант, он не учился музыке? Он не учился музыке, это не являлось его профессией. То есть, возможно, он получил какие-то небольшие знания, навыки. От брата, может быть. Учитывая, что его брат был, а может быть, он закончил музыкальную школу, обучался какие-то изначальные, но основная его профессия была именно математик и философ. А остался ли он в истории математики и философии, как он остался в классической музыке? К сожалению, я это не знаю, потому что, в принципе, все, что касается эпохи барокко, мы о многих так вот не знаем. То есть, мы, например, знаем о композиторе Александре Бородине, что он остался, что его знают в первую очередь химики, все, кто изучают химию. А вот насколько Александра Марчелло знают как выдающегося математика или философа, я лично не знаю. Но я хотела рассказать еще одну мистификацию, связанную с этим концертом Ре Минор. Помимо того, что ее кто-то причисляет к Бенедетте Марчелло, и часто можно услышать Бенедетте Марчелло, концерт Ре Минор для Габоя и Струнных, но также даже музыканты говорят «Бах, Марчелло». И я это слышала неоднократно. Дело в том, что Иоганн Себастьян Бах, когда служил у князя Веймарского, князь Веймарский привез произведения Вивальди Марчелло Телемана и попросил их переложить для клавира и органа Иоганна Себастьяна Баха. Он сделал клавир, который стали играть опять-таки все, и стали писать «Бах, Марчелло». Но на самом деле «Бах» не имеет… Он просто сделал аранжировку, как, например, Андрей Пушкарев и Татьяна Редико, которые играли концерт пиццолы, делают переложения. Но, конечно же, автор – Александра Марчелло. Иоганн Себастьян Баха. 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 Продолжение следует...